Полчаса назад в спорткомплексе Олимпийский начался концерт группы «Аквариум». Выступления культовой группы проходят в столице регулярно, хотя и на столь масштабных площадках. Но сегодня уникальный случай – это юбилейный концерт «Аквариум» появился на свет ровно 35 лет назад. Борис Гребенчаков в ответ на вопросы о дате рождения группы часто напускает туману. Впрочем, журналисты к этому привыкли. По разным версиям происхождение «Аквариума» связано то ли с пиратскими легендами, то ли с индейскими преданиями, то ли с древнегреческим мифом. Ясно лишь одно – состав группы менялся неоднократно, неизменным оставался только лидер. Антон Войцеховский встретился с ним накануне концерта и оценил масштаб личности. Когда Бориса Гребенчакова один раз спросили, в каких он отношениях с Богом, тот ответил – в родственных, я его сын. И вот как хочешь на это, так и реагируй, но уже 35 лет он и его группа делают примерно то же самое. Со сцены и в жизни они говорят такое, чему поверить часто сложно, но не прислушаться нельзя. Он и сам никогда не возражает, когда называют его не полностью, а коротко – БГ. Вот БГ еще маленький. Мы отыскали эти фотографии в его семейном архиве. БГ – школьник, БГ катается на коньках, БГ в спальне, БГ со своей первой гитарой. Он, кстати, отыскал ее буквально на помойке. А первые аккорды, и это тоже не легенда, его научила играть ленинградская шпана – институт, где учился БГ. Первые фотографии его только что созданы группы. Аквариумом ее окрестили не то что случайно, а наоборот, после трех дней напряженного поиска, как бы сейчас сказали, название, которое цепляет. Любая группа должна начинаться не с умения играть на музыкальных инструментах, и не с писания песен. А нужно придумать правильное название, тогда все сложится. Это интервью мы записывали за пару дней до концерта. Тяжело. Перед нами с ним говорили. И после нас. А ведь интереснее всего Гребенчикова было не слушать, а за ним наблюдать. Ну что бросалось в глаза? Первое. Он очень много курит. И очень много пьет кофе. Одну чашку за другой. Про это кольцо плоской змейки его так и не спросили. А ведь тоже интересно было. Или еще. Перед каждым интервью он вот так закроет глаза и словно сосредотачивается. Вопросы были стандартные. Ваше первое крупное выступление. Ответ. 80-й год. Даже программка осталась. Веселые ритмы Белиси. И запись есть. После этого концерта Аквариум, кстати, чуть не запретили. А почему? Сейчас уже никто и не поймет. Первое появление на телевидении. В программе веселые ребята. Только пели они как-то не весело. Наверное, потому что и творческая жизнь тогда была наизлом. У Аквариума и лично Гребенчакова было и КГБ, и допросы, какие-то бумаги, которые приходилось подписывать. Даже разговоры по душам. Борис Борисович, уважение от голоса. Зачем поете? А он, наверное, тогда ответил так же, как сейчас. Есть прекрасные гитаристы, есть прекрасные певцы. Великолепные. Я средний, и именно этим я и хорош, что я средний. То, что я ездил, вы можете сделать любой. Он каждый год ездит в Индию, в разные города. Обычно на свой день рождения. Там встречается в том числе с теми, кто называет себя богом. Ну, скажем, вот с ним, Саибаба. У него в Путапарте даже храм есть. А когда Гребенчакова перед концертом спросили о планах на будущее, он ответил, поеду в Китай, надо кое-что проверить. И снова, никто ничего не понял, но к словам прислушались. Антон Войцеховский, Елена Кузнева, НТВ, Москва.